Новости на восьмом. А значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Александр Масликов. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Химия и жизнь. На сессии молодых ученых студенты, магистранты и аспиранты приобщаются к большой науке и становятся профессионалами. Это наша смена. И кого мы вырастим, тот завтра будет работать в науке. Поэтому этому моменту уделялось и уделяется очень большое внимание. Монумент 2D. Новый образец стрит-арта появился во Владивостоке. Центр современного искусства «Заря» представил проект французского художника. Прежде чем я еду в какой-то новый город, я узнаю, в какой среде я буду рисовать, что будет окружать будущее произведение. Море объединяет. Владивосток стал площадкой для международной выставки «Боатшоу». Яхты и катера представили в Приморской столице компании стран АТР. Помимо катеров и яхт на Владивосток «Боатшоу-2019» представлен огромный ассортимент сапов, моторных лодок и гидрокостюмов. Также в выпуске. Новые зеленые жители. Владивосток присоединился к Всероссийскому дню посадки леса. В городе высадили тысячи саженцев кедров. И еще расскажем. Без лестниц и канатов пауэрлифтер Иван Савкин протащил грузовик массой более 18 тонн, установив новый мировой рекорд. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Новую неделю Приморье встретило со штормовым предупреждением. Дожди местами очень сильные охватили почти все южные и восточные районы края. Владивосток возглавил рейтинг территорий с самым большим количеством выпавших осадков. Скорость ветра на побережье достигала 27 метров в секунду. По сообщению МЧС, наиболее поводкоопасные районы с возможными резкими подъемами уровня воды – это Хасанский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский районы, а также Уссурийский городской округ. Из-за сильного дождя и ветра во Владивостоке произошли десятки ДТП. Сложная ситуация наблюдалась на трассе Седанка-Патрокол-Остров-Русский в связи с плохой видимостью из-за густого тумана. ГИБДД Владивостока рекомендует автомобилистам проявлять повышенное внимание на этом участке. Горожане в социальных сетях сообщили сразу о нескольких поваленных деревьев. А тем временем стало известно, что в Приморье не исключено повторение сильных дождей. Как отметил главный синоптик края Борис Кубай, нынешний май в Приморье опередил свой обычный график на 2-3 недели. Это связано с более ранней сменой типа атмосферной циркуляции. В результате необычно рано на территорию Китая стала нагнетаться субтропическая и даже тропическая воздушная масса. Такое сосредство очень настораживает синоптиков. Оно означает, что нынешний атмосферный фронт может быть далеко не единственным в этом мае. В течение 21-23 мая на территории Приморья будут проходить вторичные атмосферные фронты с остаточными кратковременными дождями. Во Владивостоке осадков не ожидается до 27 мая. 27 мая в понедельник не исключено повторение дождей. Во Владивостоке определены подрядчики, которые капитально отремонтируют 15 улиц города в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В Управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщили, что по итогам аукционов ремонтом улиц Воропаева, Приходько, Шепетково, Спиридонова и Нерчинская займется ООО «Федералстрой». Нижнепортовую, Хабаровскую и Луговую от площади Баляева, включительно до Рудневского моста, будет делать автобан ДВ. Строительная компания «СКАП» капитально отремонтирует улицы Енисейская, Кирова и Шкотовская, а «Строй-Сити» улицы Добровольского и Сахалинская. Улицы Калинина и Вилково будет ремонтировать ООО «Федералстрой». Строители зайдут на объекты после подписания контрактов, согласования схем и графиков проведения работ. Ремонт будет проводиться по ночам, чтобы не создавать неудобств жителям. Кроме того, в городе предусмотрят полосы для муниципального транспорта и стоянки личных автомобилей. По НАЗ-проекту в этом году в городе планируется отремонтировать более 16 километров дорог. Всего в 2019 году в рамках НАЗ-проекта на территории Владивостокской агломерации будет отремонтировано 80 километров дорог. На эти цели предусмотрено почти 2 миллиарда рублей. На первой участке автомобильной дороги «Артем» находка «Порт Восточный» уже зашли подрядчики. В этом году запланированы ремонт на участке в 47 километров. Ход работ проинспектировал глава региона. Сейчас бригады дорожников снимают грунт, на его место засыпают скальный грунт и трамбуют его. После чего делается щебеночное основание и проводится асфальтирование. На данный момент работы идут в районе Смоленинова. В ближайшее время дорожники зайдут на участки дороги в районе Фокина. Также ведется активное строительство мостового перехода через реку Литовка. Сейчас строители заканчивают гидроизоляцию моста, армирование и вскоре приступят к бетонированию. После чего будет уложен новый асфальт. Пустить движение по мосту планируется уже 15 июня. А работы по обустройству объекта продолжатся параллельно. Олег Кожемяка поручил ускорить работы на мосту и поддерживать нормальное состояние полотна временной конструкции. Институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей провел масштабное исследование, по результатам которого Приморский край вошел в топ-20 регионов России, где административное давление на бизнес признано наименьшим. Мы находимся на 16-й позиции рейтинга и входим в 20-ку лучших регионов. Кроме того, один из лучших результатов продемонстрировало управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Так, доля предупреждений от общего количества наказаний в Приморье составила 28%, в то время как в среднем по России всего 12%. Приморский бизнес-обусмен Марина Шемелина пояснила, Приморский край занял достойное место во всероссийском рейтинге благодаря системной работе по улучшению инвестиционного климата в регионе. В Приморье уже создана рабочая группа по направлению контрольно-надзорная деятельность. Участники рассматривают проблемы излишнего административного давления на бизнес, разрабатывают и внедряют решения, которые позволяют упростить действующие процедуры проверок и в целом сократить их количество. Молодость – пора открытий, причем не только в личной жизни, но и науке. Участники 11-й ежегодной сессии молодых ученых Института химии ДВО РАН успели это подтвердить, представив на суд академиков свои научные работы, проекты и новые разработки. О том, чем завлекать молодежь, в какую естественную науку и какую воду приморцы будут пить в ближайшем будущем – в следующем сюжете. За кафедрой в этот раз молодые парни и девушки, иногда со стеснением, а иногда громко и уверенно рассказывающие о своих работах и проектах. А в зале состоявшиеся ученые с серьезными лицами. 11-я научная сессия молодых ученых открылась 20 мая и продлится по меньшей мере два дня. Площадкой стал Институт химии Дальневосточной академии наук. Для студентов это хороший старт, чтобы показать свои ораторские способности перед серьезным и компетентным жюри, а также проявить свои знания при ответах на вопросы. Получается, для аспирантов это уже хороший финиш. Они демонстрируют свои готовые кандидатские диссертации и таким образом апробируют свои работы. Иными словами, проверяют в условиях горячих дебатов свои идеи. Эту девушку зовут Влада Главинская. И она разработала отдельный материал на основе керамики и проверяла на лабораторных мышах, как он уживается с живой тканью. В перспективе такая разработка может помочь миллионам людей с ограниченными возможностями. Оказалось, что таких, как она, в Институте химии немало. Также наши студенты, аспиранты и магистранты, они параллельно преподают в вузах. Поэтому все качества оцениваются. Ну и балл ставится от нуля до пяти. Ну ноль, конечно, нас никто не ставит. Институт химии проводит сессию молодых ученых не в одиночку. Многие из участников или сотрудников – представители разных вузов и институтов. А заявленные работы могут быть написаны для кафедры ДВФУ или любого другого университета. Цель научной сессии – не только продемонстрировать достижения, но и сплотить ученых в едином порыве к исследованию мира. И для этого в Институте химии есть все необходимое. Множество лабораторий. В одной – только компьютерные спектрометры и хроматографы. В другой – те самые колбы и пробирки, с которыми ассоциируется работа химика. Именно здесь когда-то начинал один из самых известных молодых ученых Приморья – Андрей Гнединков. В лабораториях он делал опыты, которые после демонстрировал на сессии молодых ученых. Я сам участвовал в сессии молодых ученых несколько раз. Для меня это всегда был волнительный процесс. Я понимал, что это является мощным толчком для развития научной деятельности молодого ученого. Поэтому я пожелаю не переживать, не волноваться. То есть при желании и стремлении все получится. Недавно перспективного химика наградили медалью Российской академии наук. Он разработал специальные защитные покрытия для сплавов марганца. Сам ученый скромно отреагировал на вопрос о награде и даже удивился, что мы вообще об этом знаем. В первый день научной сессии, или вернее конкурса, выступило много участников, но далеко не все, желающих поделиться знаниями и испытать свои методологические возможности так много, что некоторые получат свое слово только на следующий день. Как, например, аспирантка Ирина Малахова. В данной лаборатории конкретно я занимаюсь синтезом супермакропористых сорбентов. Вот, собственно, один большой пример моей большой супермакропористой. колонки, когда основная суть – это сорбция металлов из-за растворов обычных источных вод в идеале. За каскадом сложных терминов и непринужденной улыбкой девушки-ученого скрывается непростая научная идея – научиться очищать воду от примесей металлов. Это особенно актуально для больших городов и развивающихся мегаполисов, в один из которых понемногу превращается и Владивосток. Ирина представит свои наработки в этой области на научной сессии и очень волнуется. Однако, уверен директор института, бояться для молодого ученого абсолютно нормально. И любой путь, какой бы ни выбрал для себя человек, отдающий себя науке, будет тернист. В свою очередь, опытные профессора и ученые могут проводить правильную политику в отношении младшего поколения. Молодежная политика в институте, вот сколько я себя помню, была и остается на очень важном месте, потому что это наша смена. И кого мы вырастем, тот завтра будет работать в науке. Поэтому этому моменту уделялось и уделяется очень большое внимание. В словах директора института не приходится сомневаться. Каждая работа каждого участника, каждый доклад и презентация подвергаются массивной бомбардировке из вопросов замечаний от самых опытных и квалифицированных специалистов. Именно так на сессии молодых ученых студенты, магистранты и аспиранты приобщаются к большой науке и становятся профессионалами. Евгений Черумхин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. В Приморском крае перестанут вырубать липу, так как это главный медонос региона. Выполнение этой задачи проходит в несколько этапов. На первом была сокращена вырубка липы в местах установки стационарных пасек. Теперь будет увеличен ареал произрастания трех видов липы на 1,2 миллиона гектаров. В дальнейшем планируется расширять ареал и добиваться внесения липы в Красную книгу. Кроме того, в правительство России направлен документ о запрете экспорта липы и дуба. Отметим, в Приморском крае ежегодно производится 5 тысяч тонн меда, большая часть которого собирается с липы. При благоприятном развитии отрасли в течение ближайших пяти лет возможно нарастить объем производства меда более чем в два раза, до 12 тысяч тонн ежегодно. Владивосток станет зеленее. 18 мая страна отметила Всероссийский день посадки леса. В ряде городов и районов нашего края представители общественных организаций, различных компаний и предприятий высадили саженцы деревьев и кустарников. К масштабному озеленению присоединился и Владивосток. В Приморской столице акции, приуроченные ко дню посадки леса, прошли возле школ номер 27 и 73. В Пушкинском сквере, на Депутатской аллее, в районе Второй речки, в микрорайоне Снеговая пать, на сопке Орлиное гнездо, на территории ДВФУ и ряде других мест. Так, в микрорайоне Снеговая пать, активисты фонда «Горожанин» и «Гражданин» вместе с жителями и главой города Олегом Гуменюком провели субботник на аллее в районе дома номер 9 по улице Анны Щетининой и высадили саженцы елей. Хвойники высадили и в Пушкинском сквере. Мэр Владивостока также присоединился к этой акции. Горожане-активисты Российского экологического общества и Союза добровольцев 25.ру высадили голубые ели и горные сосны. Еще почти три тысячи саженцев кедров владивостокцы высадили на сопке Орлиное гнездо. Хвойные и лиственные деревья высаживают возле школ, многоквартирных домов и различных организаций. В эти дни во Владивостоке в доме офицера флота работает необычная выставка. Ее привезли из Харбина в честь Дня Победы. Делегация из провинции Хайлуньцзянь. Посвящена выставка славной боевой истории 88-й отдельной стрелковой бригады. В честь открытия выставки нескольким жителям Владивостока вручили памятные медали в честь 70-летия российско-китайской дружбы. Среди награжденных и корреспондент газеты «Владивосток» Николай Кутенких. Подробности расскажет Екатерина Матвеева. Газета «Владивосток» постоянно знакомит своих читателей с неизвестными страницами истории нашей страны. В этом году один из авторов газеты «Владивосток» Николай Кутенких получил награду в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем за проведение большой исследовательской работы в отношении 88-й отдельной стрелковой бригады. 88-я отдельная стрелковая бригада стала самым необычным соединением Красной Армии на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, потому что была интернациональной. В бригаду входило три батальона сформированных из китайцев и один полностью из корейцев. Ещё несколько подразделений укомплектовали представителями народностей Средней Азии советским гражданством. О бригаде несколько десятилетий не было даже упоминаний. Николаю Кутенких пришлось восстанавливать ход событий буквально по крупицам. Она была образована в 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной войны. То есть на наших западных фронтах шла смертельная схватка сашистской Германией, немцы рвались к Волге, уже завершилась печальная Харьковская операция, фашисты захватили Ростов и рвались к Кавказу и к Волге. И именно в этот момент появился приказ верховного главнокомандования о создании под Хабаровском необычного соединения. В нашем понимании сейчас такую бригаду бы назвали бригадой специального назначения. Главное предназначение бригады заключалось в том, чтобы вести борьбу в тылу врага. Вплоть до 1945 года небольшие диверсионные группы забрасывались в тыл квантунской армии на территорию северо-восточного Китая. В основном это делалось в территории Приморского края. Под Усурийском была специальная база, где проходили последнюю стажировку разведчики. Чаще всего забрасывались воздушным путем, то есть на самолетах типа кукурузников. Ночью ночью прорвали с тыл, там выбрасывали группы в среднем по 5-6 человек, но были до 10 человек. Одни занимались сбором информации о состоянии японских войск на границах СССР и в тылу. Другие занимались непосредственно диверсией, устраивали взрывы на путях железнодорожных маршрутов и войских жерлонов японцев. Третье – создавали партизанские отряды в тылу врага, снабжали их оружием, вели подготовку китайских добровольцев на той территории. 88-я отдельная стрелковая бригада несла огромные потери. Из каждых пяти групп в Советский Союз возвращалась одна, но свои задачи она выполнила. 9 августа 1945 года Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японии и буквально за полторы недели разгромил Квантунскую армию в Маньчжурии, на Южном Сахалине и Курильских островах. Заслуга в том, что это удалось сделать очень быстро, что практически большая часть вот этой бригады, вот этой 88-й интернациональной бригады, находилась там, за линией фронта. И вот эти вот китайские или наши советские граждане, находясь там, корректировали действия нашей авиации и артиллерии. Сообщали разведданные о том, где находятся узлы связи, где находятся пункты укрепления. И благодаря этому наши танки и пехота смогли так быстро преодолеть хинганские хребты и выйти на равнину в Маньчжурии, разгромить тем самым в короткие сроки Квантунскую армию. После войны легендарная бригада стала ядром для новых армий, освобождённых Китая и Кореей. Более подробно об истории 88-й отдельной бригады, её командиров, а также тайне рождения северокорейского лидера Ким Чен Ира можно узнать на страницах газеты «Владивосток». А тем временем жители Приморья приглашают присоединиться к проекту Минобороны России «Дорога памяти». Проект должен стать уникальным памятником истории народного подвига в годы Великой Отечественной войны, преломлённого через конкретные судьбы людей. Подробнее в нашем следующем материале. В России стартовал проект Минобороны под названием «Дорога памяти». Он призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Этот проект Центрального музея Вооружённых сил России объединит десятки миллионов фотографий, фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы войны. Принять участие в специальном проекте может каждый. Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Сам мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории главного храма Вооружённых сил России к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы. Длина галереи составит 1418 шагов в память о таком же количестве дней и ночей, на протяжении которых длились боевые действия. С помощью технологии микрофотографии она будет оформлена десятками миллионов фотографий. Для того, чтобы снимки и данные об участниках войны попали в экспозицию музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных – фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной. Проект предполагает возможность размещения фотографий и через сайт Министерства обороны Российской Федерации. Уже сейчас этот проект является ценным памятником истории народного подвига Великой Отечественной, преломлённого через конкретные судьбы людей. Ещё раз отметим, что фотографии можно разместить через специальный раздел сайта Министерства обороны, посвящённый проекту «Дорога памяти» или через военные комиссариаты по месту жительства. Олег Завьялов, новости на восьмом. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после которой… Монумент 2D. Новый образец стрит-арта появился во Владивостоке. Центр современного искусства «Заря» представил проект французского художника. Море объединяет. Владивосток стал площадкой для международной выставки «Боат-шоу». Яхты и катера представили в приморской столице компании стран АТР. Без лестниц и канатов. Пауэрлифтер Иван Савкин протащил грузовик массой более 18 литон, установив новый рекорд. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Монумент 2D. Новый образец стрит-арта появился во Владивостоке. Центр современного искусства «Заря» представил проект французского художника. Море объединяет. Владивосток стал площадкой для международной выставки «Боат-шоу». Яхты и катера представили в приморской столице компании стран АТР. Без лестниц и канатов. Пауэрлифтер Иван Савкин протащил грузовик массой более 18 литон, установив новый рекорд. Новый образец монументального стрит-арта появился во Владивостоке. В рамках «Ночи музея» Центр современного искусства «Заря» представил проект французского художника-меморалиста и иллюстратора Антуана Мартине, известного в творческих кругах как «Миоше». Акция прошла по инициативе французского института в Санкт-Петербурге и при поддержке посольства Франции, а также культурного центра «Альянс Фрунзенс Владивосток». Французский мастер расписал стены цеха номер 7. Подробности у Дмитрия Беломестного. Из Франции по России оставляя рисунки. Уличный художник Антуан Мартине, известный как «Миоше», уже посетил три города и добрался до Владивостока. В каждом он создал мюрал или граффити крупных размеров. А всё для того, чтобы понять ближе городскую культуру и место искусства в пространстве современного города. «Миоше» учился изобразительному искусству в Рене, работал иллюстратором. Граффити увлёкся ещё в школе. «Это федеральный проект. Я рисую в нескольких городах России по приглашению французского института в Санкт-Петербурге. Это большой проект. Во Владивостоке я оказался после Ростова, Самары и Екатеринбурга. После вас предстоят Калининград и Кронштадт». И на холсте, и на стенах «Миоше» стремится передать взаимосвязь между человеком, природой и городом. Его вселенную наделяют причудливые гибридные фигуры, крошечные и гигантские, флора и фауна. Сюжет, выбранный французским стрит-художником для Владивостока, ствол огромного кедра, который несут пятеро рабочих. Отсылка к инсталляции скульптора Джузеппе Пинона – «Версальский кедр». Для «Миоше» было важным обратить внимание публики на отношения между людьми и деревьями. «Прежде чем я еду в какой-то новый город, я узнаю, в какой среде я буду рисовать, что будет окружать будущее произведение. И, как мне рассказали в здании, на котором я рисую, располагается компания, которая занимается деревообработкой. Я всегда стараюсь, чтобы объект, который я создаю, соответствовал своей среде». Рисунок создавался в течение пяти дней, Антуан признается. Владивосток напоминает ему дом, хотя с городом толком он еще не познакомился. «Я сам живу во Франции, на берегу океана. Связь с морем очень важна, и я ее очень четко чувствую. Меня восхищает тот факт, что я нахожусь в 15 тысячах километров от дома. Можно сказать, с обратной стороны континента. Если я живу на берегу Атлантического океана, то здесь я чувствую тихий». Рисовать и путешествовать за время пребывания в каждом городе Антуан Мартине расписал по одной стене, которую можно объединить в один сценарий встреч, изучения материалов, зданий, истории городов и их окружающей среды. Приезд Меоши в наш город удачно совпал с акцией «Ночь музеев». Посетители ночи на заре смогли наблюдать работу художника воочию. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Жители Приморья приглашают отметить день рождения Александра Сергеевича Пушкина всероссийским флешмобом. В этом году исполняется 220 лет. Со дня рождения поэта присоединится к масштабной акции, посвященной творчеству выдающегося русского поэта. Это могут все желающие до 1 июня. Акция проводится уже в третий раз. Организаторы отмечают, что хотят превратить творчество поэта из обязательной части школьной программы в нечто личное, чтобы каждый смог почувствовать себя сопричастным к пушкинским произведениям. Они уверены, что интернет-флешмоб позволит сделать эту акцию наиболее масштабной, объединив послания со всех концов планеты. До 1 июня все желающие могут опубликовать видеоролики с поздравлениями в соцсетях под хэштегами «С днем рождения Пушкин-220» или «Хэппи-бездой Пушкин-220». Лучшие публикации будут транслироваться в день рождения поэта на большом экране во дворе дома на улице Набережной реки Мойки-12 в Санкт-Петербурге и размещаться на сайте, посвященном юбилейной дате. К участию принимаются фотопоздравления, посвященные творчеству поэта. Размещать публикации можно и в социальных сетях – ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Также материалы поздравления можно отправить на адрес электронной почты, которую вы видите на экране. Приморская столица в очередной раз стала площадкой для международной выставки «Владивосток Боат-шоу». Компании трех стран привезли в столицу Дальнего Востока всевозможные яхты и катера. В рамках выставки впервые состоялся и так называемый «Медиа-саммит». Гости Боат-шоу смогли попробовать разные вариации блюд с мидией. Подробности у Дмитрия Беломестного. Море не разделяет, а сближает. Катера и парусники разных стран мира в очередной раз собрали во Владивостоке для ежегодной выставки «Владивосток Боат-шоу». Это уже ставшее традиционным для Дальнего Востока событие позволяет взглянуть на новинки морской техники, поучаствовать в конкурсах и, конечно же, оценить современные яхты. Помимо катеров и яхт на Владивосток Боат-шоу 2019 представлен огромный ассортимент сапов, моторных лодок и гидрокостюмов. В общем, все то, что так или иначе тесно связано с морем. Основная задача мероприятия – привлечь внимание к морскому стилю жизни. Просто красивых яхт для этого было бы недостаточно. Нужно ощутить все прелести мореплавания. Международная выставка проходила в течение трех дней. За это время участники провели тест-драйвы, регаты, розыгрыши призов. Очень крутое мероприятие. Можете покататься на сапах, на катерах, на лодках. На самом деле, очень интересно. Каждый год проводится, каждый год много людей, даже несмотря на сегодняшнюю погоду. В выставке в этом году приняли участие компании Дальнего Востока и других регионов России, а также стран АТР. Владивосток Боат-шоу – статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Тихоокеанском побережье России. За 8 лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В этом году на одной площадке с Владивосток Боат-шоу состоялась и гастрономическая акция. Впервые организаторы гастрофестиваля решили выйти за пределы ресторанов и провести мероприятие на открытом воздухе. И дебютом стал Мидия-саммит. На гастрономической площадке жители и гости города смогли попробовать всевозможные блюда из мидий и принять участие в мастер-классах по их приготовлению. Лучшие шеф-повара Владивостока делились секретами приготовления приморских морепродуктов. Мы дополняем формат ресторанного фестиваля, дополняем городским событием. В этом году это первый фестиваль городской, который посвящен конкретно одному продукту. А тем, кто не успел стать участником Мидия-саммит, не стоит расстраиваться. В эти дни в Приморье проходит фестиваль мидий, который продлится до 26 мая. Рестораны-участники предлагают авторские блюда из морепродукта по специальной цене – 300 рублей за полкилограмма моллюска. Мидия-саммит, так же, как и бот-шоу, стали частью Тихоокеанского туристского форума. Он объединит на своих площадках российских и зарубежных экспертов в сфере туризма, предложит новые идеи в сфере гостеприимства и сделает Владивосток еще более интересным и для туристов, и для самих горожан. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. В Приморье известный пауэрлифтер Иван Савкин протащил грузовик массой более 18 тонн, установив новый мировой рекорд. Савкин и ранее сдвигал с места такие же тяжелые предметы. Однако на этот раз он обошелся без использования специальной лестницы и каната. Это серьезно усложнило задачу. Однако в результате спортсмен справился и протянул самосвал на два метра. Приморскому силачу уже принадлежит несколько мировых рекордов. В начале месяца он отбуксировал во Владивостоке теплоход-контейнеровоз, который весит более 11 тысяч тонн. На День Победы он сдвинул 18-тонный трактор в селе Покровка, установив российский рекорд. А в День защиты детей 1 июня он планирует отбуксировать комбайн. И если ему это удастся, он станет первым человеком, который может это сделать. Слабослышащие дети посоревновались в ловле рыбы. Подобное первенство по рыболовному спорту прошло впервые в истории Приморья. Поймать морскую добычу старались около 30 детей, костя которых составляли воспитанники местной школы-интерната. Подробности расскажет Максим Яковлев. Рыболовный спорт может и не самая популярная дисциплина, однако точно одна из самых доступных. Это доказали недавние соревнования по рыбалке, в которых приняли участие воспитанники школы-интерната для слабослышащих детей. Подобное мероприятие прошло впервые в истории Приморья. Местом встречи юных рыбаков стало небольшое озеро около Фетисов-арены. Большинство костяк детей составляют дети из интерната для глухонемых, поскольку они у нас не входят в категорию инвалидов. То есть они есть слабослышащие, плохо говорящие, но зато азарта у них не отнимать. И они давно просились у нас на рыбалку. Несмотря на особенность мероприятия, это все же официальное первенство края. Поэтому все, хоть и новоиспеченные спортсмены, старались максимально. Ребята показывали свои навыки в ловле на поплавочную удочку. В этой дисциплине терпение превыше всего. В течение трех часов рыбаки наблюдали за поплавками и изредка все-таки вытаскивали добычу. Клюнуло, например, у Леши Федорова. Оказалось, что парень до этого уже рыбачил с родными в деревне. Ты рад? Тебе понравилось? Понравилось. Воздух был, да, чистый. А рыбу ты поймал? Или ничего, пустая? Рыбу. Одну рыбу поймал. Рад? Несмотря на такой скромный водоем, рыбы здесь обычно немало. Ловятся тут и карась, и ханкайская горбушка, и даже сазан. Юным рыбакам же попадалась в основном мелкая рыбешка, а также один 15-сантиметровый карась. Ну а самым большим уловом для ребят стало море позитива и спортивного азарта. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Химия и жизнь. На сессии молодых ученых студенты, магистранты и аспиранты приобщаются к большой науке и становятся профессионалами. Новые зеленые жители. Владивосток присоединился к Всероссийскому дню посадки леса. В городе высадили тысячи саженцев кедров. В Приморье взяли курс на сохранение липы. Увеличен ареал произрастания трех видов липы на 1,2 миллиона гектар. А ранее в крае сократили вырубку липы в местах установки стационарных пасек. Монумент 2D. Новый образец стрит-арта появился во Владивостоке. Центр современного искусства «Заря» представил проект французского художника. Море объединяет. Владивосток стал площадкой для международной выставки «Буат-шоу». Яхты и катера представили в Приморской столице компании стран АТР. Без лестниц и канатов пауэрлифтер Иван Савкин протащил грузовик массой более 18 тонн, установив новый мировой рекорд. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по ВАСАП. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы сможете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток. Кубок России по спортивным танцам на колясках прошел в Тюмени в минувшие выходные. В кубке приняли участие более сотни танцоров из 18 регионов страны. Своих спортсменов представили Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и другие города. К слову, первый соревновательный день принес команде Приморского края бронзовую медаль. В комбе с Ольгой Лазовской наши участники вошли в тройку призеров дисциплины фристайл произвольной программы. Кубок России порадовал зрителей традиционной программой. Два дня спортивные пары соревновались в европейской, латиноамериканской и произвольной программах. В сольных программах разыграли медали мужчины и женщины. Моменты выступления смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. Успехов и хорошей недели! С вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом.